Капица 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 Жизнь была непростая Но в той идее телевидения когда она старалась тянуть народ вверх И новости были такие, тянуть вверх людей Помогать им подниматься Может быть иногда это было даже через чур Но вот он нашел именно правильный такой путь В течение все таки стольких лет Больше 30 лет он делал эти передачи И они до сих пор смотрятся с интересом Одно страшно жалко, все время, я вот несколько раз была, это когда заканчивалось, когда они говорят, все, значит, запись закончилась, выключили камеры. С ним было приятно общаться? Потому что, да, ну что вы говорите, приятно это совершенно не то слово, это абсолютное наслаждение, ты просто купаешься в этих волнах такого английского, так сказать, детского питанного юмора и невероятной эрудиции, очень быстрой реакции. Такой тонкой игры на волнах разных, то есть это такое попадание, снайперское попадание в каждой точке смысла. Так что это не то, что приятно, это совершенно не то слово, это просто такое абсолютное наслаждение. И поскольку вот небеса были милостивые, мне удалось с Сергеем Петровичем общаться и вне передач, конечно, не так много, как я бы хотела, об этом разговоре нет. Но все-таки несколько раз мы разговаривали, не скрою коньяк, пили, не с чем сравнить, не с чем сравнить. Это ужасная беда, то, что сегодня произошло. Совершенно, ну закрылась, дверь закрылась. Я дважды участвовал в его передачах и должен сказать, что его неподдельный интерес к такой, ну, узкой тематике, как агрессия, он был просто очень заметен. И это было заметно и в других передачах, то есть, на самом деле, это просто я на своей, на своей шкуре как бы осознал, что этот человек, которому интересен собеседник, что очень редко бывает даже у профессиональных журналистов. В этом смысле, когда говорят о том, что он там просветитель, он там о науке много говорил и помогал пониманию, то упускают одну очень важную вещь. Ему самому это все было интересно из разных областей науки, и поэтому он был заинтересован и слушателем. Поэтому и передачи ему были для заинтересованного слушателя. Он был собеседник от лица зрителя. Очень-очень трудно быть, так сказать, равномерно умным. То есть всегда это же, как сказать, это диалог, поддерживать диалог с людьми, которые в чем-то тебя и даже и превосходят, конечно, по глубине знаний каких-то локальных. Это совершенно замечательно, что вот он сумел в течение, со всеми буквально, буквально все там были, все более-менее известные люди, кто что-то делал, были у него. Это совершенно такой подвиг. Вот человек в результате вышел на эту стезю и сделал такой как бы великий подвиг. И чем дальше, чем больше мы отходим от этого, тем это грандиознее. Да, это фигура масштаба просветителя эпохи Возрождения. Вы смотрели его передачи, очевидно, невероятная, вот в 70-80-х годах. Ну, конечно, Господи, конечно, тогда смотрел. Конечно, тогда смотрел. Но я еще раз говорю, что это очень важная страница его биографии, биографии российского просветительства, популяризации. Но она этим не исчерпывается. В очевидном, невероятном не было того, что было в последние годы. Или я, по крайней мере, об этом тогда не знал. Его выступлений и его, не знаю, как называется слово, возбуждения, провокации, обсуждения. Не только вопросов физики, не только вопросов, естественно, научных, но и вопросов поэзии. Это было совершенно поразительно. А сегодня события чрезвычайно грустные, потому что, на мой взгляд, это не похороны просветителя, это похороны просвещения российского. Точнее, такие очень грустные в этой жизни. И вот если действительно, но все-таки много в стране людей, которые относятся к этому событию серьезно, и к Сергею Петровичу, лучшим памятником было бы, чтобы, начиная с этого дня, общими усилиями мы сделали резких уроков, посвященных органов. Вот это было действительно достойным памятником. Причем для этого, собственно, нужно достаточно привить политическую волю наверху и страцное желание внизу. То есть мы должны исполнить свой и профессиональный, и грабянский толп, и того, чтобы обеспечить этот поворот стран посвящения. Человек, который, ну, олицетворял собой практически всю русскую науку. У него же, ну, все как бы подчеркивают то, что он там сын Григория Ильича и в ногах Крылова, но он же одновременно немножечко Щебршев, немного Либунов. Вот практически в генетической своей части это лучшая часть русской науки. Поэтому, ну, он действительно вот олицетворение этой науки при вот этой, к сожалению, здесь даже заметный, уже более корыстной части этой науки. У него это было некое служение, интерес просто из-за интереса. Я дебютировал, значит, в роли заведующего кафедры физики, когда я поступил на фестиве. Поэтому он был моим первым лектором по научной физике. Петрович — это закрывшаяся сегодня цивилизация. Это я абсолютно четко ощущаю каждой клеткой. Это просто дверь закрылась. Ну, вообще все двери закрываются. Понятно, там ни римлян нет, ни шумеров нет. Но вот эта дверь закрылась точно. Не может быть никакой замены. Об этом не может быть и речи. Но я бы сказала, что, пожалуй, самое главное, помимо эрудиции и всего этого, что так все понятно, это невероятное чувство ответственности, такого нравственного, долга внутреннего, отважности. И вот ощущение такое, что этого нельзя не делать. Вот это очень, я бы сказала, не характерно для интеллигенции черта. Не хочу никого обижать, но в целом скорее интеллигент старается усказать. Мне нравилось, что он еще был такой оптимист по жизни, как бы веселый. Он ни в чем как бы себе особенно не отказывал. Вот это такой, знаете... Русский человек, да? Да, такой вот как бы... Все, и там вот мы с ним и в ресторан там ходили, и в общем... Он был знаком, был со многими людьми, совершенно никакого чванства, ничего. Я знаю, что это одно из... Вот как он сам говорит, что самое замечательное – это общение с людьми. И вот я как бы... Вот мы такой печальный день сегодня, мы его хороним. Но вот все-таки для меня эта радость, знакомство с ним – это много. Это что-то значит. Вот это такое осталось на душе, как очень приятное впечатление. И останется, и на душе. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok